Здесь растят молодых учёных, IT-специалистов, дизайнеров. Детский технопарк «Кванториум» стал популярным с момента основания. В прошлом учебном году здесь занимались 846 ребят разного возраста. О том, чем и как удаётся заинтересовать школьников, в рамках экскурсии Олегу Мельниченко рассказал директор учреждения Денис Тимирбаев. На лазерной технологии 2D они делают карту, следующий уровень. Они делают фигурки, фрезерные они проходят форму, работают с электронными компонентами, они сюда включают электричество. Это первый год у нас, 72 часа, они заканчивают, имеют полное представление по современным технологиям, какие аспекты у них, какие плюсы, какие минусы у каждой технологии есть. Передовая площадка интеллектуального развития помогает школьникам освоить новые навыки, раскрыть таланты, а некоторым пойти дальше. Ребята со своими уникальными разработками в различных сферах занимают призовые места на всероссийских конкурсах. Наша задача вообще вырастить такой класс почемучек, которые поведут за собой людей на перспективные рынки, которых сейчас еще нет, но они вот создадутся. Вот это такая амбициозная наша задача, которую мы перед собой поставили, и она в принципе решабельна. Главная проблема – отток специалистов в другие регионы. Кадровый голод периодически наступает и в Кванториуме. Его пытаются решить путем привлечения к работе выпускников технопарка. По словам специалистов, ребята остаются, ведь им предлагают достойные условия. Кванториуму тоже достаточно перспективная история, с учетом того, что здесь все-таки у нас такие интеллектуальные лидеры формируются. И здесь, по всей видимости, будет формироваться и новый тип предпринимательской деятельности. То есть это небольшие такие предприятия, небольшие коллективы. Да, фактически с полным участием всех работающих, так сказать, в распределении привлечения. В ходе заседания участники мероприятия также обсудили вопросы, которые касаются инвестиционных проектов и поддержки тех, кто их реализует.